Ведущий солист Большого театра Владислав Лантратов репетирует ПДД из балета Марко Спаде. Эту партию до него танцевал только один россиянин, Рудольф Нуриев, в римской опере 30 лет назад. Собственно, для Нуриева в 1981-м и был поставлен этот балет хореографом Пьером Лакоттом. То, что у Нуриева, это, конечно, он харизматик. От него невозможно оторваться, он просто живет на сцене. Танцовщик говорит, видеозапись с Рудольфом Нуриевым смотрит постоянно Пьер Лакотт. Через своего ассистента Ансальмон потребовал от артистов одного – уважения к хореографии. Лакотта не случайно называют защитником классики, а еще – балетным археологом. Ученик Великой Матильды Кшесинской он потратил месяцы в библиотеках и архивах, чтобы по крупицам, рисункам, критическим статьям, воспоминаниям современников восстановить многие шедевры 19-го века. В частности, Сельфиду и «Дочь фараона», который уже представлял в Москве. Балет Марко Спаде тоже реконструкция. Спектакль на музыку Даниэля Абера, мастера французской комической оперы, впервые показали в Париже в 1857 году. Потом партитуру забыли на десятилетие. Пьер Лакотт подарил ей вторую жизнь. Это балет, на котором не придется скучать ни секунды. В нем есть и история любви, и очень много юмора. Замечательный сюжет. Сюжет будто взят из будней итальянской «Козы Ностре». Главный герой Марко Спаде – бандит. Разбойные нападения чередуются с балами, обеды в высшем обществе с убийствами. Станцевать такое непросто, объясняет Владислав Лантратов, ведь это вершина классической хореографии. Разве это мелкая техника? Все должно быть очень чисто, грамотно, и без этого никак. Но что мне еще интересно в этом балете Марко Спада, то, что здесь очень интересная роль самого разбойника Марко Спада, потому что он разноплановый, он и как сам по себе разбойник, бандит, он ворует и так далее. Но в то же время он скрывает от своих близких, естественно, от руководящих должностей в этом городе, то, что это именно он Марко Спада, а он просто как богатый человек. Специально для Большого театра Пьер Лакот сделал новую версию балета. Усложнил некоторые движения, добавил персонажей, расширил роль кардебалета. Все, что сейчас творится в репетиционном зале, ассистент хореографа Ансальмон требует снимать на камеру. Эти видеозаписи она увезет с собой во Францию, чтобы показать Пьеру Лакотту. Сам балетмистер приедет уже на заключительные репетиции, перед премьерой 8 ноября. Дарья Ганива и Сергей Селиванов, Вести.